Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Все Китай. Сегодня у нас четверг и, как всегда, китайские новости. Ну что, давайте узнаем, что китайцы нам приготовили. Xiaomi Mi 6C точно получит собственный процессор от компании Xiaomi Search S2, который, в свою очередь, будет построен на 16 техпроцессе и будет состоять из 8 ядер. 4 ядра Cortex-A 53 с тактовой частотой 1,8 ГГц и плюс 4 мощных А73 с тактовой частотой 2,2 ГГц. В качестве графики выступит 12-ядерный Mali-G71. Как бы интересно! Также заявлена поддержка оперативной памяти LPD-R4, а также памяти UFS 2.1. В качестве основной камеры будет 12-мегапиксельная Sony MX386 плюс дополнительная на 5 мегапикселей. Также уже известна предположительная стоимость, друзья. 4,64 обойдется в 297 баксов. Ну, такое себе! И самая заряженная, да, 6,128 обойдется в 375. Как по мне, многовато. Я думаю, компания Xiaomi немножко все обдумает и ценник сделает меньше, потому что она выпустила Xiaomi Mi 5X, который имеет офигенные камеры, такие же, как в Mi 6, и он стоит дешевле. Он стоит 222 доллара официально. Да, там Snapdragon 625, но, я думаю, Surge S2 далеко по мощности и по энергоэффективности не уйдет от Snapdragon 625. Пока что Snapdragon 625 это оптимальное решение. Хорошая энергоэффективность, неплохая производительность, ну и оптимизация уже нормальная. В любом случае, данный смартфон нам представят в конце данного года, так что будем ждать, а там посмотрим. Буквально неделю назад компания Lenovo выпустила Moto Z2 Force. Это как бы защищенный смартфон, у которого не бьется дисплей. Как бы круто, китайцы молодцы. Но дисплей данного смартфона царапается, ужасно царапается даже от ногтей. Друзья, смартфон, у которого дисплей царапается от ногтей. Это ужас. Причиной тому является верхний слой дисплея. Он из пластика, то есть да, он не бьется, все круто, но он ужасно царапается даже от ногтей. То есть, как бы хреновасенько компания Lenovo. Что же вы такое выпустили? Да, прикольно, дисплей не бьется, но нафиг он мне нужен, если он будет ужасно расцарапан. Такая большая угрюмая паутина. Компания Vivo решила показать всему миру, что китайцы могут. Китайцы вообще на первом месте. И они выпускают супер смартфоны. Vivo хочет выпустить Vivo X-Play 7. Смартфончик, который имеет безрамочный дисплей. Соотношение как у Samsung, то есть все хорошо, AMOLED, матрица. Но в дисплее будет встроен ультразвуковой сканер. Как бы круто. Но знаете, друзья, это не все, это не все. Дальше, друзья, в качестве основных камер у нас будет 3 модуля. 3 модуля основных. Нифига себе, как бы целых 3. Раньше было 2, это круто. Но китайцы решили не останавливаться. Нужно 3 ставить, да, вот так вот, друзья. В качестве фронтальной камеры у нас будет 2 модуля. Целых 5 камер в смартфоне. Боже, китайцы, вы что, сдурели? Остальные характеристики пока что неизвестно. Предположительно, у нас будет Snapdragon 835. Но он поддерживает только 2 основные камеры. До 16 мегапиксельные. А здесь 3, как бы, под сомнениями. Может быть, там Snapdragon 836 будет поддерживать больше. Но пока что неизвестно. Также целых 6 гигабайт оперативной памяти. Но я думаю, будет версия из 8. Но в любом случае, если китайцы смогут выпустить смартфон с 3 основными камерами, и программно все это делают хорошо, и я не знаю, какие там функции будут, но это будет круто, то я думаю, это будет прорыв. И остальные бренды начнут подтягивать свои мощности для камер. Ну вот и все новости на сегодня, друзья. Друзья, данное видео вам понравилось, и вы меня, как всегда, поддержите лайками, комментариями, ну, можете дизлайками, кому не нравится. Также пользуйтесь кэшбэк сервисом EPN. Ссылка в описании. Начинайте уже экономить на своих покупках. С вами был Димон, канал Всех Китай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok